Зимой Харбин окутан серебром, что создает романтическую атмосферу. Туристы со всей страны приезжают в Харбин, чтобы насладиться ледом и снегом и сфотографироваться на память. С торжественным открытием 39-го Харбинского международного фестиваля леда и снега, Харбин стал не только фокусом ледового снежного туризма, но и святой землей ледового снежного туризма для многочисленных туристов. Харбинский ледяной снежный мир, снежная выставка на острове Солнце, карнавал леда и снега на реке Сунгарь, Харбинский полярный музей, усадьба Вока. Эти известные туристические достопримечательности на леду и снегу позволяют туристам насладиться уникальным отрыванием леда и снега и испытать скорости и азарт ледовых и снежных видов спорта. Я бы хотела поехать всю фумеру леда и снега завтра, потом покататься на лыжах. Центральная улица и Софийский соборы очень красивые и оживленные. Ему присутствует местный паралит. Такие зимние ледовые и снежные виды спорта ледков встретишь у нас. Мы с родителями и детьми приехали сюда, встречать праздник весны на севере-востоке. Смотрите, салюты и ретяные фонари. Мы очень рады. Дети здесь показались на горке, они даже не хотят уходить отсюда. С конца декабря прошлого года посетителей становится больше. Мороженое продается примерно по 20-10 бригетов в тени. Мороженое очень вкусное, сильно отличается от терпик. Очень плотное. Через тикток я увидел эти места. Приехал сюда посмотреть снег. У меня ощущение, что в Харбине очень холодно. Но снег действительно потрясающий. Хотел бы я посмотреть настоящую зиму. Северяне очень редко могут увидеть такие огромные ледяные фонари. Мне никогда не смущались побывать при температуре, борющей минус 20 градусов. При этом, приехав сюда, я сразу ощутил, что такое настоящий мороз. С наступлением ночи центральная улица ярко осветилась. Здания в европейском стиле стоят по обеим сторонам улицы. А ледяные снежные скульптуры переливаются в свете фонарей. Прибывая сюда, туристы фотографируются. Ледяные скульптуры чудесные. Я первый раз приехала сюда, в Убербейте увидела ледяные скульптуры. Они очень красивые. Я даже порезала их. Они как мороженое. Архитектура здешних зданий очень красива. В Гончжоу нет таких зданий. Я как будто нахожусь за границей. В конце центральной улицы распорожено знаменитое место города – Харбинский горнавал ледя и снега на реке Сунгари. Он занимает площадь в одной из 40,4 миллиона квадратных метров. Так как Харбин является столицей ледя и снега, столицей музыки, а также назван городом олимпийских чемпионов. В этом году мы объединили два этих пункта, чтобы создать ворота парк над земной «Летящая ледяная мечта». По сравнению с предыдущими годами наблюдается значительный рост числа иностранных туристов. Харбин, 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 Х